всем доброй ночи воспользуюсь моментом еще детское время для меня пол двенадцатого ночи отвечу на такой щепетильный вопрос который мне задают подписчики а это то что вы увидели других роликах вот разные способы зимовки турции основном анталии как вы знаете я прожил там полно 8 лет полно 8 зим я перезимовал в анталии и никто другой как я знаю что такое лето в анталии что такое зима когда я купил квартиру квартире не было отопления какие большинство дома газ был подведен к подъезду отопление трубы не были проведены а чтобы провести газ на свою квартиру нужно во первых скидываться со всеми соседями это главную трубу надо до самого верха подъезд завел и до сам вверх и разводку делать на каждый это очень больших денег стоит если соседи не хотят вам придется самим уже оплатить эту сумму что я и сделал мои соседи на 3 отказались и пока я там восемь лет прожил ни один из моих соседей не провел к себе квартиру газ и мне пришлось вот это большую трубу и все разводки вот это краны мрали за все это платит мне пришлось считайте что то что я за квартиру провел газ еще от той суммы еще сверху еще почти 50 процентов той стоимости оплатили что за эту главную трубу дать бог с ним ничего страшного зато я восемь лет наслаждался ну если так образно говорит в анталии и в алании тоже самое стены очень тонкие учтите это там разрешается ввод в эксплуатацию домов уже 20 от 20 сантиметров толщиной стены я если помните мои анталийские ролики которых я показывал вам от начала строительства домов от фундамента до окончания какие стены ставят что улица видна улица видна там тяп-ляп-ляп-ляп-ляп и готова короче вот так и один кирпич и все это пустотный вот и и если так разобраться даже не надо быть каратистом ногой короче пнул можете вылететь даже третьего этажа на улицу стена уйдет нафиг о очень тонкие стены со штукатуркой со всеми делами с двух сторон получается даже самым лучшим 25 сантиметров толщина стены понимаете вот кто живет герещи купил квартир герещи и можно как-то утеплить свою квартиру обшить его даже можно даже обшить его сайдингом красиво чтобы соседями договориться чтобы если вы все те допустим да то должно будет разрешить там даже остекление балкон разрешили надо там вообще это дело очень такое и кое-как утеплить можно квартиру но первую очередь дорогие мои постарайтесь купить квартиру с газом хотя бы этот к дому было подведено чтобы это газ вот это к дверям пара подъезду о но учтите мой опыт если никто не хочет они экономят на всем а вот и не будут соглашаться а вам разрешать делай хочу даром все равно же к ним они потом могут даже сам потом уже это клана вы оплатите вот но газом намного лучше вы можете даже сделать и внизу под полом еще отопление провести трубы в общем но я хочу сказать вот что даже я вот газ у меня горел да если на улице зимой зимой тоже там на улице бывает вот вот сегодня кстати я специально прогноз поставил погода вот 10 градусов сегодня тепла в анталии а в анкаре 12 градусов было вот так что турецкий вот это мало чем отличается единственной зимой здесь чуть-чуть снег бывает и вот и что я хочу сказать там во первых полы все основном бетон 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 а вот это мишура вот это мишура вот это вот огромные листы кафеля мрамора плит красиво сделано это бетон под ним обыкновенный бетон понимаете и холод оттуда идет конкретный конкретный идет холод я же говорю я даже однажды был такой ветер ураганный анталии это было зимнее время батареи горят у меня я ставил почти под 50 здесь у меня здесь в анкаре 40 стоит тепло потому что стены 55 сантиметров понимаете и что я хочу сказать как будто ветер через меня проходил понимает такое чувство было я спичку просто зажег стене поднес в это время она огонь колыхался вроде бы стена огонь колыхался понимаете то есть оттуда шел ветер такой вот и очень многие болеют зимой все орви вот именно из-за этого потом там чтобы экономить на это много газ то провести сейчас наверное уже дорого я к тогда оплатил 2000 четырнадцатом году если на доллар перевести 22 с половиной тысяч долларов сейчас доллара тоже самое наверное наверно и что вот эти провести начинает печи сжигать буржуйки ставят обыкновенно буржуйки потому что электричество как кондер тоже короче сжигает а сейчас электричество подорожало и вот весь кипец был дыму понимаете дым а дрова тоже дорогие а чё сжигает чё под руки попадет на кроссовки и там такой запах стать как будто по химзаводу идешь помните я вам снимал прямо вот этот туман вот этот густой такой смог о понимаете поэтому я же говорю зимоват можно но еще раз хочу сказать квартира должна быть газифицирована и постарайтесь на на пол на пол чтобы два турки сами знаете как делают они они очень молодцы в этом плане они знают в этих домах холодно так они два-три слоя ковров и по коврам ходят понимаете поэтому берите купите ковры и толстым что в ваших ворсинистые такие вот ложите друг на друга два слоя и на ногах обязательно за ногами следите ногах тапочки должны быть или теплые носки обязательно потом что еще и вот это зимний атом чай разные они есть согревающие вот это должно быть в общем зимоват можно но я же говорю вот с ноября начинается ноябрь декабрь январь февраль март и до середины апреля пять с половиной месяцев там надо вот это холодово стригать я же говорю на улице будет например зимой ну 5 градусов тепла до ночи до квартир такая же погода понимаете такая же 5 градусов квартире это что такое вообще это что такое вообще я под 50 ставил итог квартиру меня было от силы 22 23 вот здесь у меня на улице сейчас всего плюс 2 квартиры у меня 26 у меня от градусов стоит батареи стоят на сороковнике тепло потому что стены толстые понимаете там как вам сказать почему так вот такие дома строить много вопросов потому что каждый застройщик хочет себестоимость снизить понимаете чтобы он оправдал свои деньги потому что большинство домов строится на месте бывших хижин а вот хозяевам этих хижин хозяевам этих хижин надо давать квартиры порой половина вот например 8 квартир построил застройщик четыре бутли без них хозяевам отдай с отделкой с кухонным гарнитуром со всеми делами заходи и живи сантехникой со всеми делами и вот из этих четырех квартир он должен вытащить свои расходы еще прибыль за иметь понимаете а бываете вот сосед построил до соседнем доме у меня там на двух сотках 8 квартир до 2 квартиры взял застройщик 6 квартир он себе взял представьте себе как надо ухитряться чтобы вот на этих двух квартирах еще свои расходы как говорится вытащить еще себе хоть какой-то прибыль заработать и дома строится очень быстро за 6 за 7 месяцев это быстрота 4 человека строить 45 человек бригада все понимаете у меня как сосед тура пола строительство соседнем доме он говорил это дома гортя пляп и на продажу тебя пляп и на продажу понимаете и он сказал что если сильнейший ураган будет ветра вот это все вот эти тоненькие стены улетят и рамы останутся сплошные рамы будут вот понимаете поэтому я же говорю там зимоват я же говорю можно но надо очень много-много этого сил вкладывать чтобы не заболеть не заболеть а сырой холод это очень плохо это не сибирские морозы сибиряка не тот который морозы не боя тот который хорошо одевается сибирские дома деревянные брусьевые дома да они тепло одежды деревянные полы деревянный пол был бы вообще хорошо там же бетон же весь бетон же ребята бетон полный бетон вот будете вот этот обогреватель включать голова будет болеть это нечто он сушит воздух поэтому лучше самый лучший вариант самый лучший вариант это газовая газовая можно утеплить я же говорю квартиру можно утеплить всякие утеплители продаются бейхаус если пойдете байхаус есть магазин такой марк большой такой супермаркет это где и раз то напротив вот там есть тоненькие так это на рулонах они самоклеящиеся старайтесь вот нижний час хотя вот это заклеить вот так вот по периметру она утепляет она как пенопласт внутри нас такой наклейкой она наклеивает она как обои идут вот и будет вас тепло понимаете полы обязательной форме ковры ковры вот и на ногу теплые шерстяные носки так что а летом летом пекло что говорит потому что на улице 40 градусов жары квартире 50 и вот это кондик врубаешь нафиг это чтобы лишь бы спастись у меня и наверху вентилятор крутил и кондиционер работал вот так что очень много денег берет и отопление и охлаждение чтобы это знали вот чем разница вот здесь в анкаре пройдется вот редко какой-то дома увидите кондиционер нет потому что это не надо потому что толстые когда стены и летом квартира тоже прохладно хорошо прости уютно и зимой тепло вот так надо строить дома но заради беготлей за прибылью вот такие дома там строит вот я пляп быстро быстро прибыль побольше прибыли надо взять побольше прибыль и вот это лишь бы чтобы красивый вы понимаете создать такую эту мрамор плитку вот это красивые двери поставить воды все и пихнут а мучиться потом вам вот такие дела всех вам благ и спокойной ночи пока пока